Травмы являются всеобщей и часто уродливой частью нашей жизни, и понимание их последствий помогает людям осознать свою реакцию на стресс. Столкнувшись с травмой, организм продолжает реагировать на другие, более мягкие стрессовые ситуации, как будто он находится в опасности. Важно осознавать, что наши реакции понятны и обусловлены прошлыми событиями. В этом ролике мы расскажем о том, какие последствия и влияние травмы имеют на нашу жизнь. Кроме того, мы выясним, как побороть негативные последствия травм самостоятельно, а главное без помощи психотропных препаратов. В этом нам помогут нейроученые Басаль Ван Дер Колк и Маран Серв. Посмотрите ролик до конца, чтобы узнать, каким образом мы сами можем побороть последствия физических и психологических травм. Мы сталкиваемся с людьми, которые становятся отстраненными. Мы встречаем людей, которые очень сложны. Знаете, это редкая семья, которая не имеет наркомана, алкоголика или человека с какими-либо нарушениями. Одно, что я люблю спрашивать во время лекций, есть ли в аудитории нормальные люди, которые родились в нормальных семьях. Иногда один или два человека поднимают руки. Тогда я спрашиваю, можно ли мне прийти к вам на праздник, потому что я никогда не был в нормальной семье. Меня зовут Бесель Ван Дер Колк. Я психиатр, нейроученый. Я изучаю травму и последствия, от них уже около 50 лет. Я лечил различные группы людей, страдающих от травм, видел различные травмы во многих проявлениях и странах мира. И я автор книги «Тело хранит счет». Важно, чтобы люди осознали, что не каждый психолог или психиатр знает, о чем мы говорим здесь. Основы систем психиатрии и психологии заключаются в том, что с вами что-то не так, и мне нужно вас починить. Это совершенно иное отношение, чем при работе с травмой. В то время, когда я начал работать в Министерстве по делам ветеранов США, мы с группой людей начали определять, что такое травма, и что происходит с людьми. 78-й год, и Вьетнамская война закончилась примерно 6 или 7 лет назад. С самого первого дня, когда я встретил вьетнамских ветеранов, я был поражен. Они постоянно вспоминали своих погибших товарищей. Их сердца, казалось, были с теми, кто уже не был рядом. У них были проблемы с любовью к супругам и подругам. У них были проблемы быть как-либо осмысленно вовлеченными в настоящее время. Это были парни моего возраста, умные и компетентные, но они явно были только тенью своего прежнего «я». И еще одна вещь, которая бросалась в глаза. Они часто были пассивны. А когда им говорили что-то разочаровывающее, они взрывались и становились крайне злыми. С ними что-то случилось, что затруднило их возможности регулирования реакций на окружающую среду. Мои коллеги и я начали задумываться, в чем отличие страданий этих парней от страданий других людей, которые описаны в учебниках по психиатрии. Так что я нашел книгу, написанную в 1941 году, Абрамом Кардинером, который работал с солдатами Первой мировой войны. Он написал, «Эти парни страдают от физионевроза. Их тела продолжают переживать эту ужасную, пугающую ситуацию. И эти события продолжают возвращаться в виде образов, поведения и физических ощущений. Таким образом, это стало основой нашего определения посттравматического стрессового расстройства». Мы пишем, «Эти люди были подвержены неординарному событию, которые выходят за рамки обычного человеческого опыта. И впоследствии мы поняли, какими невежественными и узкомыслящими мы были, потому что оказалось, что это вовсе не редкое явление». Травма на самом деле, в отличие от наших первых представлений, очень распространена. Каждая пятая женщина в Америке имеет историю сексуального насилия. Даже некоторые мужчины имеют такой опыт. Каждый четвертый ребенок сильно избивается своими родителями. А каждый восьмой видит физические драки между ними. Когда люди говорят о травме, они обычно думают о военных. Но когда мы начали работать с детьми из проблемных районов, количество травм, которые переживали эти дети, было просто невыразимо. Суть травмы заключается в том, что опыт проникает в ваши уши, в вашу кожу, в ваши глаза. И он проникает в очень примитивную часть вашего мозга, которая автоматически интерпретирует происходящее, опасно ли это или нет. Событие становится травматическим, когда вы не можете ничего сделать, чтобы предотвратить неизбежное. И ваше тело автоматически переходит в состояние борьбы, побега или обморока. Последствия травмы заключаются в том, что вы продолжаете реагировать на слабые стрессоры, как будто ваша жизнь под угрозой. И поэтому вы склонны становиться гиперреактивными. Кто-то может раздражать вас в супермаркете. За рулем вы просто можете испытывать ярость. У вас могут быть трудности в том, чтобы справиться с плохим поведением со стороны вашего супруга или детей. И большинство людей фактически едва осознают или совсем не осознают, что их реакции, которые они испытывают прямо сейчас, на самом деле основаны на ранее пережитых опытах. Само событие уже прошло, но вы продолжаете реагировать на вещи, как будто находитесь в опасности. Таким образом, большая проблема при лечении травмы заключается в том, как помочь человеку жить в теле и фундаментально ощущать себя в безопасности. Традиция в психическом здоровье заключается в том, чтобы отрицать реальность жизни людей. Например, только в последние годы люди начинают говорить о влиянии бедности или влиянии расизма или влиянии безработицы. И люди как бы ставят ярлыки другим, с тобой что-то не так. Позволь мне исправить тебя. И если вы обратитесь к врачу или практикующему специалисту по психическому здоровью, который этого не понимает, они будут пытаться исправить вас с помощью лекарств или когнитивно-поведенческого лечения, чтобы вы перестали делать эти безумные вещи. Обычно это не очень хорошо работает. Что стало очень ясно, так это то, что находится в отношениях, где люди могут вас слышать, где вы можете говорить о том, насколько плохо вы себя чувствуете, где вы можете говорить о своей вине, и где вы можете начать открываться. Откуда эти чувства идут? Насколько давно они у вас есть? И как вы развиваете эти чувства в ответ на конкретные ситуации, которые с вами происходят? Это довольно полезно, потому что вам действительно нужно развить глубокое чувство и осознать, вот что со мной произошло. С этим я справляюсь, и мне нужно заботиться о травмах и ранах, которые я ношу внутри себя. Столкнувшись с травмой, человек продолжает реагировать на мягкие стрессоры так, как будто он находится в опасности. Это может касаться не только физических травм, но и душевных или психологических, когда наше тело реагирует эмоционально, что в свою очередь отражается на нашей жизни и физическом состоянии. В одном из наших прошлых видео с нейроученым Мораном Серфом мы говорили о многих вещах и том, как работает наш мозг. В том числе мы обсуждали, возможно ли перепрограммировать наш мозг таким образом, чтобы он перестал реагировать на негативные события нашего прошлого. И вот что нам говорит Моран Серф. Я могу привести вам примеры. Как только вы их узнаете, они перестают работать. Работа ученого – это просто перевести знания о мозге на язык, понятные простым людям, которые потом живут по этим знаниям. «Все, что нам нужно делать, это говорить с людьми и перечислять их предубеждения. Тогда они перестают работать. По крайней мере, когда это происходит, вы становитесь немного лучше в контролировании этого. Это все, что нам нужно. Это довольно просто. Как только вы узнаете это, они перестают работать. Ваш мозг идет с вами и несет всю историю в виде воспоминаний. Все, что у вас есть от того, что произошло в вашем прошлом, хранится в виде воспоминаний. Они неточны и находятся в сжатом виде. Это только о прошлом. Вы не знаете, что будет в будущем, хотя ваш мозг все время пытается предсказать его. Вы пытаетесь смоделировать будущее и делать предсказания. Но вы не знаете, что произойдет. У вас есть только этот кусочек реальности, который является настоящим. И вы контролируете все, что происходит в нем. То, что происходит в настоящее время, взаимодействует со всем в вашем мозгу. И вы можете изменять вещи. Мы узнали за последние несколько лет, что воспоминания работают по-разному. Если мне нужно это резюмировать в одном предложении, то они меняются каждый раз, когда вы используете их. Каждый раз, когда я задаю вам один и тот же вопрос, вы открываете разную версию, что означает, что вы можете изменить прошлое. Вы можете действительно изменить свой опыт вещей. Вот почему работает терапия. Например, ваша подруга расстается с вами, и вы идете к терапевту. Он спрашивает вас, что случилось. Вы рассказываете историю, она вмешивается, и в следующий раз вы рассказываете эту же историю, но уже по-другому. Через неделю вас спрашивают, что случилось. И вы рассказываете совсем другую историю. После пяти встреч у вас есть другая версия реальности. Это мощно, потому что это означает, что мы контролируем нарратив, который у нас есть. Нам не нужно быть связанными с историей, которую мы испытали в прошлом. Мы действительно можем изменить ее. Вот для чего нужен мозг, чтобы моделировать и изменять, корректировать и синтезировать лучшую версию жизни. Мы можем сделать себя счастливыми. Мы можем сделать плохие вещи лучше. Делая так и переписывая свою страшную историю, вы лишаете ее сил, ваша энергия больше не идет туда, не отнимает ваш жизненный потенциал. Мы можем контролировать все это, просто рассказывая историю, смотря на нее по-другому, и сохраняя ее снова. Это так просто. У нас есть возможность изменять историю все время. Вот для чего нужны мечты. Вот для чего нужны решения. Учиться – один из способов сделать это. Мыслить и размышлять о себе – другой способ сделать это. Больше опыта и практики позволяет нам делать это более эффективно. Это важно. Вы сами можете изменить все. Друзья, добро пожаловать на канал 100 плюс 1, где мы исследуем захватывающий мир квантового поля, сознания, разума и Вселенной. Мы углубляемся в последние открытия и интересные темы, которые формируют наш мир, от внутреннего устройства человеческого мозга до просторов космоса. Независимо от того, являетесь ли вы любителем науки или ищете мотивацию для своего развития, мы здесь, чтобы помочь вам. Присоединяйтесь к нам, чтобы раскрыть тайны окружающего нас мира и открыть новые горизонты познания. Готовы ли вы отправиться в это увлекательное путешествие? Помните, что все наши видео созданы исключительно в образовательных целях. Наслаждайтесь, задавайте вопросы и продолжайте исследовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова